Приветствую вас! Вы знаете, вы живете в так называемой рутине, не первый день. И вероятнее всего, вероятнее всего, не первый год. Возможно, возможно, не первые десятилетия. И подобная история, когда человек, как вы, живет и имеет определенный образ жизни, требует тщательного рассмотрения. То есть, у вас, у вашей такой вот позиции, текущей позиции, есть основания. То есть, ваша позиция, она имеет под собой причины, она имеет под собой основы. Я уверен, что у вас, даже, есть цель. То есть, у вас есть именно цели. Для чего я это делаю? Почему я живу в рутине? Вот. Это вот такой аспект. Следующее, что, на мой взгляд, очень важно, да, следующее. Значит, следующее, что важно. Рутина есть у всех. Это, в общем-то, нормальная история, когда человек, ну, каждый день, да, делает вещи, которые ему, может быть, ну, может быть, не очень приятные, может быть, ему надоело их делать. Вот, ну, он их делает, всякое или иначе. Вот. Ам. Это нормально. Важно другое. Важно увидеть, насколько необходимо то, что вы делаете. И если это необходимо, то, что вы делаете, да, если это необходимо, то нужно либо найти в этом интерес, либо найти себе интерес в другом. По факту. Да? Вот. То есть, история, история здесь, на мой взгляд, она вот на самом деле такая. То есть, вам нужно ориентироваться на ваши чувства, это понятно. Но, вы же как-то пришли в вот это вот состояние, в состояние рутины. Понимаете? Вот. И если вы как-то в это состояние пришли, значит, вы пришли в него для чего-то. Вот. Вы пришли в это состояние почему-то. По факту, вот тут и нужно посмотреть, да, тут и нужно посмотреть, как вы оказались в этом состоянии, и почему, и для чего, да. Понимаете? Понимаете? Важно понимать ваши ресурсы, какие они у вас, именно ресурсы. Ну, конкретно, да, именно ваши ресурсы, на что вы их тратите, как вы их тратите, свои ресурсы и так далее. Это важный момент, потому что, если вы излишне концентрируетесь на рутине, а рутина это то, что вы делаете всегда и везде без творческого потенциала, то, может быть, у вас и нет творческого потенциала, может быть, у вас нет просто что делать, может быть, у вас нет что предложить, может быть, вы умираете со скуки. В таком случае нужно развиваться, нужно расти, искать, в первую очередь, возможность для личностного роста. Сделать это достаточно легко, сейчас есть интернет, в интернете вы можете найти массу трудов, которые стоит почитать, которые стоит изучить, вот. И определить для себя что-то новое, вы уже можете подкорректировать и свое поведение в том числе. Вот, вот примерно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, это довольно короткий вопрос у вас, довольно не информативный, вот. Такое впечатление, да, что вы как будто бы, знаете, вот, ну, не знаю, не верите, что, не верите, что от этого можно избавиться. Как правило, как правило, люди, которые, которые, вот, недовольны рутиной, они... ...аааа... ...ещё... ...ааа.... ...отягощены тем, что... ...с одной этой стороны, они хотят, чтобы... ...рутины не было. А с другой стороны, если ее не будет, то... тяжело будет людям. Вот. Поэтому вы и подумайте, избавиться от рутины, хорошо, а куда? Избавиться от рутины, чтобы что? Какая цель? Ведь сейчас у вас есть хоть что-то. Да, это рутина, да, это не самый лучший расклад, но хоть что-то. А если вы избавитесь, то не будет ничего. Поэтому на данный момент, сейчас, вы не избавитесь от рутины. Вы будете возвращаться к ней снова и снова, потому что вам некуда идти. Чтобы избавиться от нее, а точнее, чтобы, скажем так, держать ее в том месте, где ей, ну, где она должна быть, да, чтобы она находилась там, где она должна быть. Вот для этого нужна цель. Нужна мотивация. Нужна мотивация перенаправить свои ресурсы. Вот. И здесь могут быть самые разные расклады, если честно. Здесь могут быть самые разные расклады, начиная от запретов и заканчивая недостаточно проработанной, например, в когнитивной карте, то есть, ну, модель, модель вашего поведения. Ну, что-то вариантов здесь очень много, на самом деле. И нужно смотреть, как именно вы оказались там, где вы оказались, что именно вас ограничивает. И что из себя вообще представляет ограничение. Потому что, как я уже сказал, да, ну, вот, есть подозрение, есть подозрение, что ограничение вашей, вот, вот, рутина, да, она дана вам не случайно. Понимаете? Поэтому, если вы реально хотите куда-то, скажем так, если вы реально куда-то хотите войти, да, именно войти, если вы реально куда-то хотите войти, а вы хотите войти, по сути, ну, в новое что-то для себя, да, то посмотрите сперва, для чего вы это делаете. Не торопитесь в ходить, вам, да, может быть, не понравится. Понимаете? Вот, 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 примерно так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. С точки зрения экзистенциальной терапии, экзистенциальной психологии, речь можно вести о том, чтобы найти для себя интересное дело, дабы привычные дела не отнимали всю энергию, все силы и не создавалось ощущение, что вы занимаетесь только ими. Либо в том, что вы делаете найти интерес для себя, ибо в любом деле можно найти что-то, что соответствует вашим, например, ценностям, вашим желаниям, вашим идеям, вот, если эти ценности, желания и идеи у вас есть, а вот если этого нет, если этого нет, то работать нужно именно над этим, что для вас ценно, какие у вас ценности, какие у вас принципы, на что вы опираетесь и так далее. Ну, жизнь, какая жизненная позиция ваша, например. Вот. То есть, вот это то, что нужно исследовать. Если вы, если вы серьезно хотите действительно избавиться от рутины, вот. Опять же. Избавиться полностью не получится. Именно, именно избавиться. Да? Ее можно уменьшить, но она нужна. Человеку нужна, нужна рутина, потому что это, ну, по сути, его, его неотъемлемая черта. Неотъемлемая черта человека, это рутина. Поэтому, на мой взгляд, довольно наивно, довольно наивно, на мой взгляд, полагать, да, что можно избавиться от рутины. Другое дело, что что-то вы делаете не по желанию, другое дело, что вы предаете свои желания. В какой-то момент вы начали это делать. Ведь на самом деле предать, а предать свои желания, именно предать, именно предать. Очень легко. Очень легко предать свои желания, а потом тяжело к ним вернуться. Поэтому, если вы так сделали, если вы предали когда-то свои желания, то сейчас вы, по сути дела, пожинаете плоды своего выбора тогда. И выходом для вас будет именно вновь возвращение вот к тому, что вы хотите, вновь возвращение к тому, что вам нужно, что вам важно. Понимаете? Но это требует определенной работы, чтобы вот вспомнить, кто вы, каким вы были человеком. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.